Замолеться Святых Отец, Наши Господи Иисусе Христе, Сыне Божиим, помилуй нас. Аминь. Аминь. Отвечают все Аминь. Аминь. Отче наш Иже, Сыне Небесе, да святится имя Твое, да прийдет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як у меня небесе и на земле. Хлеб наш насущен, дашь нам днесь, и оставь нам долги наши, якожи, и мы оставляем ложников наших, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Слава от Своей Сына и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови. Замоли ты, причи святой Матери, всех святых Твоих, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Очень всех на тебя, Господи, уповая, ты даешь им пищу его благовремени, и отверзаешь, и ты щедру руку, то исполняешь всякое животное благоволение. Божью милостью будь мне грешному, создав имя, Господи, и помилуй меня. Беще славясь и грешил, Господи, прости меня грешно, и помилуй, и от святей дары посылаем я Тобой славу истину молитвы. И украти буйство этого Максима, не дай ему погибнуть, пробуди его совесть. Открой ему глаза на страшный суд, на все, что творится здесь. Ибо сначальствующий будет строгое взыскание, как гласит слово Примудова Соломона. Тебе, Боже, слава за все веки. Аминь. Аминь. Мне нужны краткие ответы. Аминь. Уезжаешь во сколько сегодня? В двенадцать. Началось в двенадцать. Так, помоги ему. Крепко держи нога руками. Никуда не поворачивать по стенам, не надо, конкретный разговор идет. Ты просил, чтобы Виталий поехал с тобой. Для чего? Чтобы снимать на видео. На видео. У Володи есть аккумулятор какой-то там. Если снимать, то надо, чтобы было знать, где прервай, где все не снимешь. Это часовые там где-то. Нам главное, это тебя, а не остальное еще там есть. А второе только отдельными там кадрами. Не один же сейчас там продолжается. Ну понятно там. Ну понятно, там заранее все благоразумно. А не так, что дорога ехала, что попало снимал, туда приехал, а у меня нет. Укончился аккумулятор. То есть, я помолился об этом еще. Подумал. Пять месяца, главное, на субботу. Тут уже столько-то остается. Так, ты мог бы до обеда с ним поработать, расшевелить его там. Он работает, даже черепаха нельзя назвать. Так просто, стоит на одном месте. Это все зашить, я не знаю бы. Ну лично батюшка говорит, полдня бы все это сделал. Он вместе смурышится там. Я сейчас посмотрел, там Ерема как гвозди управляет. Дали ему кувалду, но кувалду положил, а не крутятся гвозди. Я говорю, чурку на торец поставить. И на ней, это самое лучшее. Она, маленечко, головка гвоздя втыкается и дальше не вырывается. Только прижимать надо крепко сюда держите. Ты все приготовил для себя? Ну я хотел еще травы взять. Ну какой травы? Ну у меня собирали травы, как она называется, чабрец. Но я могу поехать с вами показать где она ее. Нет, мы ее насобирали. Мне ее нужно корни обрезать и в мешки его упаковать. Что значит обрезать? Он тащил в уровень уклада, топором 11 ударил на щурки и все обрезал. Ну в принципе, да. Так. До обеда, Виталий, мог бы побыть там? Мог бы побыть, конечно. Допустим отъезжать в 2, ты работаешь до 12. Два часа тебе тут на разбор, тут на подборку на... Как ты? Отъезжаем в 12. Объезжаете в 12? Да, да. Ага. Повторю еще раз. Значит, тогда до 11 хотя бы работать, а тогда приходите. В 11 вы даже здесь вот так сделаете. А сейчас еще время есть. Ты часа 3, он свободно может поработать. Как твое настроение? Ноги в месте поста расшопеливаться стоит. Хорошее. Ты согласен поехать? Ну я всегда согласен помочь человеку. Не просто поехать. Как ты работаешь, он здесь смотришь, так себе и съемщик такой же, режиссер. Глядять надо внимательно. Слушай внимательно. Слушай, до конца, не трясись. Я тебе сколько раз говорил, измени походку. Я этому говорил, Никитю идет, сзади совмеляет, как какая-то на букву Б. Ну ты не хохотать никогда, хохочешь, из тебя сатана лезет все время. На чего договорился-то, а вот как все, что это в Верхний Завет, это легенды, там придумали евреи, написали. Мысль приходит ему такая, откуда? Это Пархоменко Александр, еретик настоящий, православный священник. Значит, ходить как должно быть, у тебя должен быть шаг прямой. Вот когда с Никитой поработал, у него шаг пошел такой, Сарафимович офицером был, у него шаг пошел такой, должно быть. У тебя шаг такой, ты идешь, боишься шаг сделать, два бедра, все пустые. Идет вот, и никуда, идет на работу точно так же. Он никуда не идет, он стоит на месте. Бегом. Вот нас только привезли в зону, он стоит быстро или надо идти. Да, у меня было указание не трогать, не бить. Ну и я-то, Игорь, ты, как заключенный, те слова, не залупайся. О чем пишет Александр Солженицын. То есть, не влазь туда не надо. Положено койку заправить, заправил как надо. Положено эти ноги поднимать. Значит, у меня больные не были, никто не спрашивает. Булырщик этот, бей. Так, он видит, полетка и так прошел. Ты видишь метелка? А метелка в конце там стоит в зоне. Так, принести, побежал. А вы еще стоите. Вы обязаны весь отряд бежать. Ну и все. А теперь оттуда гуськом на полу согнутых ногах где-то. Тебя подлог кто сбил сюда? И кто последний придет до четверта? Есть такой фильм. Его сразу четвертуют и едят. Вкател его и сразу варят. Видел этот фильм? Тебе что, это нужно? Ты без этого обойдешься? Ты измени походку. Чтобы походка была по одной доске вот так вот ходить. Вот пока тут, когда фильм немецкий там, они идут какой-то штантат перед собой. Ну то явно победители идут. Я говорю, я был во Фрунзе. И там наши живут воронцовки. И там какой-то ходил. Я не знаю, Дагестанец он или кто. Но на Киргиза совершенно не похожий. Папаха у него такая. Но видно ему лет восемьдесят пять по девяносто. У него палка в руках. Он вот такой вот. Видно на любой город зайдет. Как и поднес. А тут Кузину свежий штурмуют. И измени походку первое, с чего начни. Вот вчера замерил при мне. А пила ничего не пили. Трещит, трещит кое-как отпилил. Ему дать-то хорошую защиту. И вот он примерил. А там миллиметр не подходит. Доску надо на другую, чтобы она вошла туда. Не внахлёст была. Потихонечку слазит оттуда. Он куда торопиться-то. Он потихонечку слез. Опять пошел туда. Опять ее положил. И опять начинает скоблить. Какой же ты работник-то? Я бы тебя даже полминуты не держал. Посмотрел. А раньше выбирали как. Много людей. Хозяин. Но ему надо десять человек. А их пришло семьдесят где-то. А он богатый. И он добрый. Накрывает столы. Все сели за стол. А он ходит и смотрит только отвес. Вот щенка выбирать. Первый щенок принадлежит хозяину суки. Второй. Хозяину кобеля. Он не имеет права раздавать пока хозяин кобеля не придет и не выберет щенка. А у вас такой закон сейчас? Вы оговорились. Первый щенок принадлежит хозяину суки. Нет, первый щенок принадлежит... Супер так. Именно так. Хозяин выбирает из вывода себя одного и никому не раздает. Второго выбирает. Он, а дальше хозяин распоряжается кому продать. Хозяин суки. Щенок принадлежит хозяину кобеля. Первый или второй? Второй. хозяин, хозяин сухи. У нас первый хозяин. Ладно, дело в том, что хозяин, который приходит к кобеля, он смотрит, ну-ка, подай им есть, не кормит до моего прихода. Дали, и какой? Самый жоркий хватает у него, говорит, это мой. А который дохлый, да вот так вот ходит, зачем нужен-то? Он такой же будет расти, а этот вот такой, что он быстро будет расти, он в хватке. Вот так людей выбирает. Дали, на тебе можно обшатнуть, и ешь ты, начинаешь как будто, а потом все время встаешь, лепешку не проглотил, на столе оставил. Я сказал, вот подъем встали из-за стола, что ты не съел, сметается на обед, но в следующий раз ты этого уже не получишь. Почему? Ты не успеваешь, это препятствие, это гири. И я тебе уже наказывал, а ты опять то же самое. Мне пишет сегодня отец наул Борщуков, ну все согласен, стихотворение, там где-то что-то указано место, там у него не сходится, не сходится, не до Тумкал. Не сходится. Ты с четвертого закона только поймешь, о чем там сказано. Второе. А вот вы с Никитой переборщили, я с Никитой переборщил. А почему вы не спросили Никиту, переборщил или нет? Меня обвиняют, только мне кателось и с Никитой. Да вы видите, какой наркоман приехал тут, прожженный тут. Он только одно ждет, чтобы ему 30 лет было, чтобы вы в армию не взяли. Его никто не выгонял. Суждение идет, а суждение ничем не подтверждено. Я говорю об отце науме, израиль еще. Это мой крестник, еврей, батюшка, прекрасный человек. Но здесь вот такие случаи. Почему он не работает с этим Никитой? У него злая семья. У меня никого нету, я один. Но у меня все время полный дом. Я жил около вокзала. 12 квадратных метров. А то есть и кухня, моя мастерская, туалет, спальня, гостиница. 12,8. Одиннадцать человек, мужчин, ночует, на полу никто не лежит. Вся комната на плацкарте разбита. Ну ты мне покажи одного хотя бы, кто так мог распорядиться пространством. А что вы паритесь? Благодарю Божию, я около вокзала. Ночью и днем ко мне люди шли, а там всюду ехали. Кто бы не ехал. Баптилисты, не имеет значения. Дверь была открыта для всех. Одно время убрал ключ, дверь открыта, на столе готово все. Бомбар, бомжи, с вокзала шли, обедали, уходили. Я испытал все это, могу говорить. У него не было этого и не будет. В Арнольд приехал, у меня ничего нет, удачевать негде. А Бог? Ты поешь в город и разнотишься. Слово Льва Толстого. Говорили Григорий Епимович Распутин. Он говорит, а Бог? И Бог спасал. Наконец я посмотрел, у меня в городе Барновле четыре квартиры. Четыре. Притом ни за одну не платил. Только за одну. А как так? Суд был. Одиннадцать лет шел, моя польза решилась. Две квартиры, где молимся-то. И там я сделал для себя одну кровать, и здесь. Куда бы ни пошел, у меня кровати. Я здесь вот сейчас зайду, у него это там мое место, езди ночевать. Здесь я нахожусь. Вот здесь сейчас приду, тоже могу ночевать, и здесь могу ночевать. Почему? Имею прямое отношение к этим домам. А почему? Это место я всегда берегу для того, кто приедет в дорогой гости. Я ни разу там не ночевал. Ни разу там не ночевал. Это все с прицелом. Вот. И узнаваем рождение свыше. Рождение это другое мышление. Возвращаемся к этому. Все, я тебя попутаю, сейчас буду подтаскивать. Скажи, под окнами стоит щурка торцом. Кто я сюда притащил? Я. Ты. Теперь на ней тешит, а здесь спарыш, мурава, коноток растет. И все падает туда. Выбрать все, которое туда уже натесано, щурку поставить на место. И ложить ее на бок. Вчера, который щурку кто-то вытащил, ты же опять же там был. Я сказал, под ней даже палки лежать, положи на место. Поставь щурку на место. Нет. Она тоже в стороне стоит. Ай. Сейчас поставим. Так? Потому что я ткнул тебя. А я вчера уходя говорил, поставь на место. Ты взял. Я разрешаю. Но ты ее стащил с постамента. Я сделал ее. Вчера шкуру с нее снял. Она хорошая. Она сгодится нам. Все. Где был, там бросил и ушел. Вы два брата. Вы очень похожи в этом вопросе. Сразу. Заделал. Заметь, Володя. Я додолбил его. Что бы ни сказал, он со стола соскакивает сразу. Рыба. Кошки, пожалуйста. Вот она где. И опять за стол. Сразу. Если не сегодня, то когда? Не хвались завершим днем. А я скажу, не хвались будущим часом. Ты не знаешь, что будет. Мне нужна была рыба. Я залезался. Я говорю, пришел. У него там стоит какая-то. Похожа на мордушку? Нет. Это засеяние там где-то что-то. Я все. И наконец натолкнулся на эту. И все раз, что я принес полное ведро. Заду зачерпнул. А та половина, например, вывалилась еще там. Когда поднимал, я не могу поднять ее. Она наклонилась. А тут же у меня отверстие. Как посыпалась оттуда воду. И на берегу сколько было. Так я вот так вот пригощем их в воду. Уже не стал убирать. Куда бы полное ведро. Лена подошла. Лена, я говорю, много было, но столько не было. А она там была какую-то отрагу там ворвана. Я говорю, подойди, посмотри. Она давай, когда уже высыпать, помогать там. В общем, она зашел с этим сериумом. Обстановка изменилась сразу. Второе. В общем, он с того торца у склада стоит в стороне. Это его сиденье. Сказал сделать ему как подушку. Заверните во что-то. И теперь на это он сразу начал долбить. Я ему показал. Гвоздей на 10-15 сделал. Дальше. Ты на машину нагрузил. Зачем велосипед-то там нужен? Ты там выступать на велосипеде будешь? Нет, я его в город увожу. Я его в город увожу. Только увозишь. В городе оставишь? Да. Едешь через Барнаул? Да. В городе Бийск? Да. Назад когда? Ну, я планирую воскресенье, если погода будет хорошая. Так вот теперь, раз его берешь, планировать не надо. Ты обязан в воскресенье его вернуть. Если погода будет хорошая. А? Если погода будет хорошая. Погода. Погода, значит подумай так. Погода плохая. По твоим рассуждениям. Дождь. Значит через Кольщину и вылазьте сюда. Через Кольщину там можно пройти. С разгону, голову, лужек. Через Кольщину. Он тебя обязывает вернуть. Воспредельник утром, чтобы он на работе. У него сзади там подталкивают. За штаны держатся сынишка, а с другой стороны Настя. Так что ему тут нельзя так ходить. Ему надо быстро все делать. Гасить долги. Воспитывать сына. И научиться жить активно. Так. Значит с Чурками мы разобрались. С этим мы разобрались. Берешь этот аппарат, Володин. И не дай Бог тебе его уронить. С этого взять кадра нечего. Руку просунь. Никуда не иди. Переводишь с одного, где выступает. Медленно переводи. Медленно. Заранее снимаешь. И глазами гляди. Какой интересный где кадр. Внимательно смотри за этим. Я один раз только застрял тут бульдозер. Наклонился. Он здесь застрял. Я поехал. А приехал на СК-700 кажется. Огромный трактор у Игоря. И как вытаскивали. Я со всех сторон его обходил. Снимал. Переводил. Теперь как наклонился бульдозер на этой платформе. Как он чуть-чуть исполз оттуда. Прокинулся бы. И в конце. Оператор от Бога. А я никакой. А почему? Медленно. Я показывал где они делают. Все эти шестеренки. Крутился вокруг. Ничего не делал-то. А вот зовут пошли такие, которых я не достоин. Почему? Все понятно. Все. Ты меня понял? Ты едешь на дело. Я тебя отпускаю. Поэтому возьмите с собой еды. Едешь на день. Бери на два. Мы когда в поездке были. Мы ехали на день. Брали на месяц. С нами все было. Все. И картошка. И как сделать. И как сварить. Вам это не надо. Но. Сухарей наберите. Благословим по одному сухарю. На вас, на двоих. На собак. Четыре сухаря там. Вы их берегите. На самый крайний случай. Чтобы были спички. Нож. Ножовка. Пила. Все у тебя было. Где-то застряло. Где-то надо что-то развести. Вода чтобы была. Не в бутылках. Банку бери. Кружки были с собой. Что еще потребуется. Пост. Больше ничего не надо. Хлеб. Сухарей наберите сколько надо. Пряники по одному. Большие. На четыре части. А помидор можно? Можно. Где они? Вот. Теплее. Да. Обязательно даже. Только без ведома Володе ничего не рвать. Ничего. Спрошу его. Спрошу. Спрошу Володю-то. Он сам сорвет. А. Ну хорошо. Потому что вот. Гляжу вчера. Рвет. Этот. Горох. Ну горох. Ясно висит на плете. Я надо плеть держать. А здесь. А он его просто берет за эту тянет. Как и любишь. Не правда. Я плеть держу. А этими пальцами. Двумя руками. Плеть держу. Я говорю двумя руками. Разница. Плеть я держу. Смысл остается тот же. Это как за столом хлеб ломает. Давит через стол и ломает кусочки. Не ломает. Двумя руками. Вопросы. Сейчас подумать что самое главное. Знаете как правильно ходить. Я не могу понять. Вот это плаха называется. Тебя видать? Можно одна линия. Да? Вот плаха. Я говорю плаха не линия. Слово линия откуда ты взял? Ну вот. Например. Одна доска. Неужели объяснять что такое одна доска? Упала одна доска. Да. Ты примерно так ощутить. Вот он идет. Больше ничего не надо. А вот по двум ты ходишь. А вот ты пошел. А вот которые толстые. Они вот так вот. Вот это можно было повернуть. Показать. Модель вот она входит. Их даже учат. Затем. Они не видят. Входят. Подождите Игнатьич. Как правильно то я не могу понять. Вот доска. Посмотри. Сергей Павлович. Покажи. Как правильно сначала. По одной дорожке идет. То есть по одной линии да? Или что? Ну. Ну. Линия она положат. Не по одной линии. Да. Второй вариант не по одной линии. Смотри. Тоже тоже неправильно. А то он ты собак ногами так крутишь. Чтобы без ног бегали. Ну что тут рассказывать. Если человек больной ногами или как-то. Он вот так вот ходит. Я его взял под руки и говорю. Чё ты ходишь-то? Ну-ка давай за мной. Ну-ка шагай. Она не может. Она уже приют. Это излишний вес. Как правило. Утиная походка. И с малого ночи. И всё с молитвой. Господи. А как это перед тобой? Прости меня. Господи. А тебе такие сатаринские мысли. Что Ветхий Завет придумали евреи и легенды. Легенды. Сатана искушает тебя по полной программе. Ты это ноги. Почему? Широко рот смеешься. Ты рот раздеваешь. Ха-ха-ха. Даже самый маленький сказал. Ян Затон говорит. Ты рот раздеваешь, смеешься. Ты не боишься, что у тебя вскочит сатана. И просто за это вскочит. У тебя уже, говорит, хайло открыто. А я написал стихотворение. Хайл. Кричат открытшее хайло. Появилось. Вкинуло. Ушло. Что тебе ноги сразу раскидываешь? Ну поставь вместе пятки. И держи так. Что тебя раздирает? Не вмещается или еще? Я наказываю, что мы должны дергать тебя. Измени все, пока есть возможность. И не наполняй сердце злобой, что тебе подсказывает. На тобой никто не работал, а ты сам себя и не познал. Не слышишь и не видишь. А ты даже краем уха где-то узнал. Вот мы смотрели. И Олег Иренковский играет этого Василия Козышева. Креслера Соната. 65 лет умер. Что с ним было? Поджелудочная железа. Подозрения самые худшие подтвердились. А он врачам говорил. У меня такое отвращение к жирной пище. Он жалуется. Значит оно было. Значит и пища была жирная. Поэтому ты погубил сам себя. Да и курил все время. Курящий. А дальше перечисляются таланты его. Награды. Где он выступал. Когда стал режиссером. Это считать даже не будешь. Только много. И раз. И умер. И ничего этого не было никогда. Никому эти железки не нужны. Грамоты они не нужны. Хоть ты день и ночь их обклеивай. Я видел. У меня один знакомый. Очень близкий. Тесть. Отец Надежды Васильевны. Мы приехали как-то. Он один. Сидит дома один. Дети есть. Дети где-то. Он составил грамоты. Где работал в шахте. Добывал золото. Вон воспоминания. Даша-то не идет. Никогда не видел, что он молился. А уж по старости народ разъедет. Причистят. Вот так. О своей душе позаботься. Сегодня ты умрешь. Ты помнишь Волан как рассуждал? Он говорит. Да. Берлиоз ты говорит. Ну ты конечно тут прав. Это. Человек смертен. Смертен это еще он беды. Он внезапно смертен. Ну это уж конечно перебор вроде бы. Человек сам себя управляет. Как он управляет? И вот лежит уже в гробу и никому не нужен. В деревянном ящике. И как совершенно не нужно его сжигают. Вот и все. В прах ты и в прах возвратишься. В прах, в пыль. Где кто тысячи лет назад был? Где? Ни ковбой, нигде нету. Ни костей, ни чем все сотлело. А мы вот они живые. Я могу менять программу на сегодняшний день. Я сегодня помолился. Правильно ли я рассуждаю? Я опять на молитву становлюсь. Господи. А если вот так? А если он возьмет? Да дожди будут. Он тебя заблокирует. День в Ковщине. Пешком. Тебя еще не держат. 60 километров. В полной амуниции. До 50 килограмм. Суворовские войска проходили 60 километров. Вот как учил. А начиная с малого. И когда он готовился взять Измаил. Он насыпал нас вот такие стены. Когда штурмовать будем. Они говорят по стенам как по земле восходили. И когда Паша сдал 70 кажется 100 тысяч у него было. А у этого два раза меньше. А когда штурмует. То у штурмовиков которые штурмуют. Должно быть пять раз больше людей. Чем те кто обороняется. Пять. А он наоборот взял. И когда сдал тут крепость. Он говорит. Дурак. Такую крепость сдал. А когда наступает бой. Он говорит. Когда петух скукарекает. Дохнуть петухов нет. Услышите. И однажды он увидел. Время наступило. Вышел. Суворов. Александр Васильевич. И закукарекал. Как все поднялись. Там не зажидали. Такого претуха. Он дал такого претуха. Крепость сдана. А это ключ дали. Болгария. Все остальное. Вот он. Генералиссиус. Это не Сталин. Который сидел. Военно. Начальников уничтожал. Как Тухачевского. Да тот барбар. Но он показывал. Главное. Бронированная техника должна быть. А не лошади Буденного. Лошади только в случае. Голод будет. Поесть. Продлить осаду. Живи жизнью. Которую Бог дал. А не которую ты и придумал. Слышишь меня? Сережу не огорчай. Он главный. Тут не надо рассуждать. Я принес специально сумочку. Ты возьмешь целлофан. Его прибор заложишь. И в этой сумочке вот так вот держать. Никуда не ложить. С вещами не с собаками. Держать только в руке. Ты понял? Да. Я езжу когда в сумочке. А я вдруг не выпускать стараюсь. А дорогу сразу снять. Бывает момент такой там на несколько секунд. Все. Вопросы? Я думаю камера ваша не понадобится. Я возьму свою. Я бы не советовал. Ты не возьмешь или не возьмешь. А потом не отдашь. Там съемок не будет. Ну если только как запросто. А там оттуда ты махнешь. Тебе надо отдать. Опять. А вот она готовая. К этому все приложит. Он аккумулятор. Заряди, Володя. По полной программе. Я советую так. А там мотаться своя. Ты тебе зачем это нужно? Ты напропалую можешь идти куда-нибудь. Где ночевать будет? В кабине? Зачем в кабине? Зачем напропалую? У нас соревнования в субботу утром. Мы ночуем у меня. И рано утром выезжаем. Ага. Ну все понял. Я не знаю. Я думал надо вам в гостиницу какую-нибудь. Не надо нам в гостиницу, не еды. И не еды нам ничего нам не надо. Съемки принадлежат мне. Съемки которые сделают. Я их беру сам у себя. А ты у себя ставь их. Согласен? Согласен. Все вопросов нет. Потому что у тебя там меньше. У меня 22 миллиона. 21 миллион. 22 миллиона посетителей. 21 тысяча подписчиков. 21 тысяча. Людям нравится. Я ничего не добавляю. Ничего. И видно что это ты. Меня там нет. А ты тут комментарии можешь дать. Как ездили. Описание. Так. Вопросы. А как скидывать то будем. Если емкость заполнится. Если емкость заполнится. Как скидывать будем. Сколько хватает по времени. Я не знаю Володя. Стре камеры разберемся. Заложительница. Вам не надо никуда скидывать. Володя часа два с лишним. Это у меня. Меньше там. Сейчас. Она будет орвать. Делить их. Это может слепить будет потом. Она орбет. Сколько положим. Полчаса. Она отрывает новый кадр. Это ролик делает сама. Это конечно не удобно. Но у нас администрация. Модератор это все сделает. Может быть тогда. В воскресенье. Мы же там. Я планировал. В субботу. Вернуться. Да. В воскресенье. Там. На службу сходить. А зачем там у тебя? Не надо сюда. Полный ход. Батюшку я привезу. Я туда батюшку привезу туда. И обратно тоже батюшку повезу. Сейчас повезешь сюда? Да. Он позвонил. Мне говорит. На поезде неудобно. Возьми меня. Все. Пойдем. И обратно его бери. И сразу позвращаешься. Не надо тебе ничего. В воскресенье. Ты с ним здесь. Да. Если погода будет. Никого не огорчай прошу. Нигде не вылазь. Никаких советов от тебя не надо принимать. Тебе только надо молиться. Как Шарик сказал. Тебе первомощальное состояние. Только с ветки соскочил. Поэтому заботься о том, чтобы нигде не лезть. Когда молчит глупый, может сойти за мудрого. Такое есть изречение. Не вылазь. Мысль пришла. Ты ее запиши. А потом на ухо скажи, брат. Я думал так. Он тебе сразу покажет. Не вылазь. Практически ни одной мысли и идеи у тебя умной нету. Нету. А виноват кто-то. У тебя в руки действует рук. Как у Шиви. Везде ты тыщишь. Виноваты все. Но ты нет. И ты в это время сидишь как буддийский идол. Так. Садимся за стол. Володя. Мы уходим. Давай. Быстренько я работаю к нему. Все. Поедем. Мы помолились за стол. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Помилуй нас. Аминь.